42-й год. 226-й километр Варшавского шоссе. Стратегическое направление на Вязьму. Боевая задача удержать, не дать фашисту пройти дальше. Цена – десятки тысяч жизней солдат. Деревни Вышние Калужской области больше нет. На снимках из космоса до сих пор отчетливо видны воронки. Более 15 лет там работают бойцы поисковых отрядов. И каждую экспедицию поднимают солдаты. 6 апреля 2019 года, в первый же день экспедиции, Лев Марченков, боец поискового отряда «Россия», поднял воинов. В воронке лежали трое. Медальоны. Первое, на что обращают внимание поисковики. Ведь установить личность погибшего – это так важно. Повезло, считает Лев. Текст вкладыша одного красноармейца. Сохранился. Им оказался Иван Барежкин. Это высший эмоциональный такой вот, когда ты лично участвуешь в захоронении, когда ты ему отдаешь последние почести. Так же, как он отдал свою жизнь, вот так он, ты должен отдать ему последние почести и проводить его последний путь. Не мы их находим, они нас выбирают. Бывает, знаете, вот есть поисковики, которые, ну, мысли какие-то, может быть, они нехорошие, скажем так. И вот им хочется что-то, чего-то, кого-то найти. А вот не приходят к ним. Вот не приходят, не идут они к ним. Для поисковика поднять медальон солдата, чтобы с ним был медальон. А еще, когда вот в руку берешь его, ты вот прям чувствуешь, есть там что или нет. Вот он легкий или там внутри что-то есть. Вот у него медальон был прям тяжелый. Прям чувствовал, что... И очень хотелось, чтобы именно бумага была там и была прочитана. Иван Барежкин родился и вырос в деревне Волково. Это земля Никольского поселения. На фронт ушел в 35 лет вместе с братом. Спустя семь десятилетий он вернулся домой. Его родственники и сейчас живут в этом районе. На церемонии правнук Дмитрий Гордеев. Я знаю только, что он тоже ушел на войну с братом, и его брат до сих пор остается пропавшим без вести. То есть, ну, и радостно, что хотя бы одного нашли. Это и радость, и скорбь одновременно, что он не вернулся с войны. Это, видимо, брат прадедушки, а это двоюродные братья. Фотографии погибшего родственники нашли в семейном альбоме. Лев Марченко привез личные вещи бойца. Нож, бритву, кружку и тот самый смертный медальон. Теперь это реликвии. Иван Барежкин нашел свой покой на родной земле. У памятника обелиска воинам, которые защищали его малую родину. Это солдаты и офицеры 50-й стрелковой дивизии имени Лебеденко. А Лев Марченко отправится дальше. Ведь еще полководец Александр Суворов сказал, война не окончена, пока не похоронен последний солдат. Этому завету и следует боец поискового отряда «Россия». Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».